Буквально через две недели во всех учебных заведениях страны прозвенят праздничные звонки. Откроют свои двери и школы города Крымска и Крымского района. Сейчас в тех школах, которые пострадали от наводнения, уже подходят к завершению ремонтно-восстановительной работы. Все подробности прямо сейчас. При наводнении в Крымске пострадало 17 образовательных объектов, 6 детских садов, 7 школ, 2 техникума и 2 учреждения дополнительного образования. В каждом из них сейчас идет капитальный ремонт зданий и прилегающих территорий. 1 сентября ученики пойдут в абсолютно новые школы. Вторую школу города посетил исполняющий обязанности главы Крымского района Анатолий Разумеев. Здесь ремонтируют в каждом кабинете, как на первом, так и на втором этажах. Каковы сроки сдачи объекта? Именно этот вопрос интересует Анатолия Разумеева. У нас в графике окончания работ 23-го. 23-го, это следующий четверг. Это то, чтобы мы уже, то, что я вам перечислил, закончили в полном объеме. Но на сегодняшний день есть еще первый этаж, да, ездим подрядчик. И, соответственно, так как мои люди уже будут высвобождаться, то мы позавчера говорили, что еще, допустим, 3-4 класса первого этажа, чтобы нам уже не 23-го, а 25-го отъезжать, но уже закончим еще этот комплекс работы. Ремонт на восстановительные работы строители должны закончить к 25-му августа. Все школы будут полностью оборудованы. Это не только мебель и техника, но и учебники и канцелярские принадлежности. В общем, все по последнему слову образовательных инноваций. Я думаю, что все объекты образования приобретут совсем другое лицо и станут примером для подражания и даже, знаете, белой зависти от коллег, потому что материально-техническая база в учреждениях обновляется ни многим, ни малым по капитальным ремонтам. Почти полмиллиарда рублей замена окон, капитальные ремонты спортзалов, библиотек, подвальных сетей, благоустройства территории. И оборудование в школы, детские сады, пострадавшие техникумы, и учреждения доп. образования, то есть в 17 учреждений Крымского района заводится более чем на 140 миллионов рублей. Наталья Александровна отметила, что помощь оказывается как школьникам, так и студентам. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам, указанным на экране. Александра Егозина, Марина Лебонда, Новости, 24 Крымск.